МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20 февраля в Верхневоужье стартовала ежегодная спартакиада спортивного общества «Динамо». Традиционная спартакиада «Динамо» среди сотрудников правоохранительных органов. Первый вид лыжной гонки эстафета 4 по 5 километров. Этой лыжной эстафеты на спортивной базе «Динамо» в деревне Большой Гришкино под Тверью торжественно открыт спортивный сезон 2024 года. В мероприятии участвовали сотрудники и руководство региональных правоохранительных структур. Сегодня трасса подготовлена великолепно. Всё ровненько, красиво. Погода такая, солнце светит, морозно немножко. Ну, всё способствует достижению хороших результатов. Дело осталось за нами, за спортсменами. В лыжной «Динамо» эстафете участвуют 9 команд. Сегодня представительство у нас достаточно широкое. Участников 9 коллективов физической культуры. Хочу отметить, что в каждой команде впервые в обязательном порядке присутствует женщина. На эту трассу под Тверью в деревне Большой Гришкино каждые выходные приезжают десятки любителей лыж. Но не все знают, что первая лыжня здесь была проложена именно спортивным обществом «Динамо», в честь которого и названа спортивная база. Спортобщество «Динамо», основанное 18 апреля 1923 года, стало первым в нашей стране добровольным спортивным обществом. Его главная задача – создание условий для регулярных занятий спортом и повышение уровня физической подготовки личного состава силовых структур, а также пропаганда служебно-прикладных видов спорта и здорового образа жизни. В Верхневожье в региональное общество «Динамо» входят представители всех силовых структур Тверской области. Лыжные гонки здесь развиваются, проводятся ряд соревнований уже всероссийского уровня, особенно по юниорам. В этой лыжной эстафете соревновались 36 спортсменов из девяти команд. На четвертом завершающем этапе от команды МЧС бежал лыжник из западной двины Сергей Гришечкин. «В этих соревнованиях принимаю участие не первый раз уже. И каждый год мы выставляем команду, пытаемся бороться за призы. Но в прошлом году заняли четвертое место, немножко не хватило. Ну а так как бы стараемся». В этом году команде МЧС в упорной борьбе удалось войти в тройку лидеров. Призерами также стали представители областных управлений ФСБ и ФСИН. И хотя кубки и медали вручены победителям гонки, достойные спортивные результаты показали все участники соревнований. А главной наградой спортсменам стало бодрое настроение, спортивный азарт и царящая на турнире атмосфера товарищества и взаимопонимание. Без этих качеств нашим правоохранителям нельзя ни на службе, ни в спорте.